Правозащитники вступились за активистов Анастасию Шевченко и Вячеслава Егорова Правозащитники вступились за активистов Анастасию Шевченко и Вячеслава Егорова Члены СПЧ намерены добиваться отмены неконституционных уголовных статей 1. Коммерсанты от 7 февраля 2019 года, 14.31 члены Президентского совета по правам человека, СПЧ, и ряда правозащитных организаций выступили в защиту активистов Анастасии Шевченко и Вячеслава Егорова Анастасию Шевченко обвиняют в участии в нежелательной организации Вячеславу Егорову вменяют неоднократное нарушение правил проведения митингов Их дела могут стать началом новой волны политических репрессий против активистов на местном уровне, полагают правозащитники Правозащитники приняли заявление в защиту активистов Анастасии Шевченко и Вячеслава Егорова на всех стадиях их преследования Мы будем максимально привлекать внимание общества и государственных правозащитных институтов Уполномоченного по правам человека в РФ и Совета по правам человека к этим делам Мы намерены поддержать обращение обвиняемых в Конституционный суд и добиваться ликвидации неконституционных уголовных статей Говорится в заявлении Под ним подписались правозащитники Лев Пономарев, Зоя Светова, Валерий Борщев, Светлана Ганнушкина, члены СПЧ Генри Резник, Николай Сванидзе, Андрей Бабушкин, Екатерина Шульман Члены Федерального совета Открытой России Анастасии Шевченко, напомним, обвиняют по СТ 284.1 УК РФ Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной В реестр нежелательных организаций включены британская Открытая Россия, Open Russia Civic Movement Общественное сетевое движение Открытая Россия, Великобритания, а также Институт современной России, США, возглавляемый сыном Михаила Ходорковского Павлом Но в Открытой России настаивают, что не имеют отношения к британской организации Общественное сетевое движение Открытая Россия не обладает правами Юридического лица ввиду отсутствия государственной регистрации движения А местонахождение постоянно действующего руководящего органа движения Москва Анастасия Шевченко многодетная мать 23 января она была помещена под домашний арест А 31 января умерла ее дочь инвалид Вячеслав Егоров лидер коломенской группы по борьбе со свалками Против него заведено дело по СТ 212.1 УК РФ Неоднократное нарушение правил проведения митингов Единственным осужденным по ней был активист Ильдар Дадин Причем Верховый суд спустя два года отменил приговор Активист экологического движения коломна против Вячеслав Егоров фото Александр Меридонов Коммерсант рейтинг доверия к власти снижается Все более частыми и массовыми становятся акции протеста Что, естественно, вызывает опасения у власти Говорится в заявлении правозащитников Они считают, что силовые структуры ищут новые стратегии борьбы с несогласными По словам авторов заявления Долгие годы до тонкости отрабатывался механизм незаконных административных задержаний Ответственность за которые была распределена между полицией и судами Но люди все равно выходили на улицу И стало ясно, что административных репрессий уже недостаточно Решение КС по делу Ильдара Дадина было осторожным Статью не отменили, а чуть отрихтовали И спустя два года по ней вновь возбудили дело Почему в обществе растут протестные настроения История Анастасии Шевченко Еще один случай применения новой уголовной нормы для политических репрессий Причем коснулся он одной из самых ярких гражданских активисток в Ростове-на-Дону Заявляют правозащитники Ей грозит до шести лет У нас столько дают за убийство, а не за то, что человек проводит лекции о правах граждан Сказала Зоя Святова Власть пробует новый принцип репрессий И статью Дадина хотят пересмотреть вопреки оценке КС И Шевченко приписали к несуществующей организации Отметил Валерий Борщев Как заявляют в движении «Открытая Россия» Если власти удастся осудить многодетную мать-одиночку Посредством фабрикации уголовного дела за надуманные административные нарушения То остановить этот механизм будет уже невозможно Дело Анастасии Шевченко может стать началом новой волны политических репрессий против активистов Которые занимаются политической работой на местном уровне Полагают в «Открытой России» Наталья Корченкова Субтитры создавал DimaTorzok